МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! Сегодня в программе. Масленица – это обильная и сытная еда. Веселые хороводы, задорные песни, пляски и игры. Как карагандинцы отметили этот праздник, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. О чем поют акыны? Кто они, молодые айдискеры? На что потратили организаторы 1 миллион сенге? Главный тренер баскетбольного клуба «Астана» попросил прощения у болельщиков. В текущем году в Карагандинской области планируется закупить около 19 тысяч крупнорогатого скота. Также будет увеличено количество откормочных хозяйств. Такие планы и принимаемые меры по развитию программы САБАГА обсудили на совещании под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Четыре откормочные площадки на 13 тысяч голов будут построены в текущем году в Бухаржираусском, Абайском, Жанаркинском и Осакаровском районах. Также в области будут созданы сети фермерских хозяйств и приобретены более 19 тысяч голов КРС. За последние пять лет по программе САБАГА хозяйствами региона закуплено около 30 тысяч голов. На сегодняшний день по области в парадном преобразовании участвует порядка 36 тысяч голов маточного поголовья крупнорогатого скота в 18 месяцев, что составляет 15,5% от общего маточного поголовья при среднереспубликанском показателе 13%. Выведение особых пород КРС ведется в области не на должном уровне. Отстают Абайский, Актугайский, Бухаржавский и Осакаровский районы. В 2011 году было закуплено всего 3 тысячи голов чистопородного крупнорогатого скота зарубежной селекции. Также за прошедшие годы сократился посев многолетних, однолетних трав и селосных культур. Посевные площади многолетних трав уменьшились в два раза, однолетних – в девять зернофуражных культур – в три раза. Это негативно сказывается на приросте и откорме скота. Аким области поручил чиновникам продумать эффективное использование залежных земель. Ведь их в области около 300 тысяч гектаров. Обеспечить выполнение плана по экспорту мяса крупнорогатого скота. Здесь уже было заявлено о том, что у нас в этом году должна появиться возможность у себя сформировать эти потоки. В настоящее время к весенним работам заготовлено 163 тонны семян многолетних и 210 тонн однолетних трав, что позволит произвести сев не более чем на 21 тысячи гектаров. Глава региона предложил обновить старовозрастные многолетние травы и до 1 апреля завершить выборку семян. Аймамрина Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Масленичная неделя была переполнена обрядами и традициями. Нельзя не отметить, что широкая масленица – важный праздник славянских народов. Горожане смогли принять участие в забавах на открытом воздухе и раскрыть секрет приготовления ароматных блинов. Екатерина Афанасьева поделится секретами масленичного торжества. Площадь перед дворцом культуры горняков на один день превратилась в блинное поле. Горожане полакомились блинами с медом, вареньем и джемом в завершении масляной недели. Праздник в центре города проводится общественным объединением «Казачья вольница» уже четвертый раз. Организаторы уверены – подобные празднования не только веселят, но и сближают карагандинцев. Это как раз одна из выполнений той программы, которую ставит перед нашим народом лидер нации Нурсултан Абешович Назарбаев. Объединение, объединение народа и консолидация. Вот эти праздники, вот это общение, оно показывает, что у нас народ разный. Но в том, в этом разнообразии и есть наше счастье. Каждый из семи дней масленицы радовал жителей города своими особенностями. Тещи приглашали на блины, молодая невестка собирала всех родственников у себя. Дети сжигали чучело масленицы и каждый просил прощения у ближнего. Юрий Пекторинский вместе со своей дочерью проводили масленицу с другими карагандинцами, приятно проведя досуг. Это вообще старая русская традиция, отмечать этот праздник, праздник весны. Народные гуляния – это тоже русская традиция. Детям нравится, они стоят, пританцовывают, у всех хорошее настроение. Что еще надо для хорошей жизни? Гостей ожидал увлекательный рассказ об истории праздника, веселые конкурсы, загадки, народные песни, сладкие призы и традиции чаепития. Карагандинцы узнали, как по-настоящему отмечали масленицу на Руси. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Арман Нартаев. Первый карагандинский. Проблемы людей с ограниченными возможностями не перечесть. Многие из них просто молчат. Кто-то стесняется своего диагноза, кто-то не хочет быть обузой. В нашу редакцию обратились инвалиды. У людей отсутствуют конечности, но они не сдаются. Они мечтают создать свой дом милосердия. Мы трудимся, не пьем, не курим, живем здесь. Недалеко от города Караганды, а именно в поселке Вольный, живут люди с повышенными потребностями. Живут они сами, без чьей-либо помощи. Приобрели небольшой участок в дачном поселке, где есть четыре домика барачного типа. В одном из них склад, в другом нет печки, поэтому жить там невозможно. 15 человек ютятся в двух оставшихся постройках. Мы вот здесь сажаем картошку, помидоры, весной, летом огурцы. Ну что, можем сажаем, поливаем. В дачном вы помогаете копать? Ну да, вот соседям помогаем. Бабушки приходят, мы в огроды копаем. Ну как бы подрабатываем, они вот тоже благословляют там продуктами, вещами, финансы так дают. В домах нет отопления, разве что старая печь. Об электричестве можно только мечтать. Изредка включают бензинный электрогенератор, чтобы зарядить телефоны и посмотреть новости. А вот о такой роскоши, как канализация и водопровод, речи вообще нет. Вот скважина, мы вот воду качаем вот так. Отсюда питьевая вода на скважине. На 10 метров 5 метров глубиной вот качаемся скважиной воду питьевую. У каждого человека в этой большой семье непростая судьба. Абдру Вахаб Тохтабаев прошел все круги ада, но нашел в себе силы жить и помогать другим. Вот насчет документов немножко проблематично. У нас сейчас четверим, пятерим мы сделали документы, но еще у многих документов нет проблем с документами. То есть у кого прописки нет. Вот мы обращаемся к людям, где есть возможность, они тоже помогают. Но очень нужда есть в том, чтобы у всех были документы. Вот четверо сейчас пенсию получают, вот на эту пенсию мы вот живем. Живут люди все вместе уже 4 года, не переставая принимать свою семью нуждающихся. Ирина Калацей находится здесь всего 2 дня. Ранее женщина жила в Алма-Ате, воспитывалась у бабушки и дедушки. А когда их не стало, пришлось нелегко. Скиталась по улицам. Из-за юного возраста на работу не принимали. Позже попала в Центр помощи людям без определенного места жительства. Прожила там 10 месяцев. Вскоре его пришлось покинуть из-за того, что срок проживания истек. Узнав о карагандинском приюте, решила приехать сюда. Ну, все хорошие, конечно. Звучаем Библию каждый день. Братья, сестры, все хорошие, все добрые, такие анзывчивые. Помогают всегда. Эти люди живут надеждой и не опускают руки. Они хотят быть полноправными гражданами нашей страны. Нужда у нас, чтобы неравнодушные люди, чтобы они нас помогли. Чтобы дом приобрести хотя бы, чтобы вот этим людям, чтобы было где-то тепло, свет, хотя бы домик какой-нибудь. А сердце Замбаева, Алжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Alugal. Galvin. Hercules. Galvin. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Марат Тусупов пытается добиться включения своей фамилии в списки кандидатов депутаты через суд. Почему его кандидатуру сняли с выборов, разбиралась Екатерина Афанасьева. Марат Тусупов инвалид первой группы. У мужчины искусственная почка. Он является директором Карагандинского филиала общественного объединения помощи после трансформации почек. Несмотря на свой диагноз, Марат успешный семьянин. Воспитывает четверых детей. Сам построил дом. Занимается благотворительностью. Я рано вообще от отца, от матери остался. Мы выжили, можно сказать. Сами образование получили. У меня сестра стрек. У нас никто не боит, никто не помогает, но мы сами добиваемся своей жизни. Мечта Марата стать депутатом. Он хочет помогать людям с ограниченными возможностями. Недавно он подал свою кандидатуру в депутаты городского маслехата. Но члены избиркома исключили его фамилию из списков из-за несостыковки в декларации о доходах, которые сдавала его жена. У супруги Марата Гульмира Тусуповой не сходятся цифры в справке, полученные из пенсионного фонда и документах, представленных налоговым органом. 35 тысяч тенге могут разрушить мечту самовыдвиженца. При этом сам Тусупов узнал об ошибке только когда его исключили. Для того, чтобы быть услышанными, в первую очередь, чтобы интересы тех же пациентов защищать, инвалидов, малообеспеченных, сирот, вдов, всего простого населения. Потому что у всех, как говорится, есть свои интересы, а здесь мой интерес лично защищать интересы. Мы живем в правовом государстве, поэтому мое желание и намерение служить этому своему народу, государству, своей родине. Со слов Марата скрывать свои доходы он бы не стал, но суд стел этот аргумент неубедительным. Его исключили из списков депутатов городской Маслихат. Но мужчина не намерен сдаваться. Он хочет оспорить решение суда. Екатерина Афанасьева, Исламбекаспан Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Приятная новость для беременных. Теперь уже на сроке до 12 недель можно разглядеть личико малыша, головку туловища, формирующиеся ручки и ножки. А на сроке 24 недели можно видеть все органы в отдельности и даже определить, на кого ребенок будет похож. Ультразвуковые аппараты экспертного класса, установленные в Жисказгане, Тимиртау и в Балхаше. В рамках государственно-частного партнерства посредством привлечения ТО дал диагностик в коммунальных государственных предприятиях, перенальном центре города Жисказган, центральной больнице города Балхаш, родильном доме города Тимиртау, установлены ультразвуковые аппараты экспертного класса Valuson S8. Этот аппарат является полностью цифровой ультразвуковой системой с исключительным качеством 2D, 3D и 4D изображений. Сверхточные чувствительные датчики помогают выявить все возможные патологии плода, либо исключить их. То, что требуется сейчас на мировом уровне, вот те разработки, которые предлагает организация, выдающая рекомендации по акушерству и гинекологии, все можно отразить на этой аппаратуре, понимаете? УЗИ проводится с целью определения наличия плодного яйца, их количества и соответствия сроку беременности. Ультразвуковая технология Valuson S8 позволяет уже на ранних сроках увидеть объемное изображение малыша, оценить сердечную деятельность, двигательную активность и соответствие его развитию сроку беременности в режиме реального времени. Здесь установлен аппарат мирового класса General Electric Valuson S8, который обладает преимуществом, может снимать и показывать в 3D, 4D проекции УЗИ плода. Также этот аппарат обладает возможностью не только в акушерстве и гинекологии, может снимать полностью от ног до головы ГДЗ, щитовидную железу, почки, печень, вены и все остальное. Будущие родители, наблюдающие на экране телевизора, как их малыш шевелится, улыбается, сосет палец или просто спит, теперь становятся непосредственными участниками УЗИ-исследования. Данные, индивидуальные данные пациента, аппарат автоматически выдает предполагаемый срок на сегодняшний день. В ТОО дал диагностик беременные женщины городов Жизказган, Балхаш и Тимиртау будут проходить УЗИ плода по направлению врача-акушер-гинеколога бесплатно. Екатерина Афанасьева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Около двух часов саперы искали бомбу на железнодорожном вокзале Караганды. Здание оцепили, людей эвакуировали. На месте работали все экстренные службы города. После тщательных поисков сотрудники специального подразделения «Орлан» дали команду отбой. Сотрудники дорожно-патрульной полиции оцепили здание железнодорожного вокзала и эвакуировали оттуда 243 человека. Прямо с поезда спецназовцы сняли 42-летнего мужчину. Подозревалось, что он везет в сумке бомбу. Сотрудниками специального подразделения «Орлан» были осмотрены две сумки. Взрывное устройство не обнаружено. Как оказалось, это проделка 32-летнего жителя города Абай. Он, прививновав жену к знакомому, позвонил на пульт 102 и сообщил, что его соперник едет в Алматы с бомбой. При этом горе от Элла был пьян. Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. Вещественное доказательство сотовый телефон и сим-карта изъята проводится досудивное накрепление по ст. 273 УК Республики Казахстан. Зависимо ложное сообщение об акте терроризма. Айтескеры открылись в сезон празднования Наурыза. Состязание Акынов также посвящалось 150-летию Алихана Букиханова и 25-летию независимости страны. В словесно-песенном турнире приняли участие 14 поэтов в возрасте до 25 лет. За виртуозными импровизациями наблюдала Аймамрина. Занавес встречи открыли известные Айтескеры Дидар Ками и Сырым Ауэсхан. Основными участниками Айтыса стали юные Акыны. Семь пар буквально приковали зрителей к сцене. Их импровизация пришлась по душе горожанам. Дамбра сплела в мелодичный монолог актуальные проблемы выпрошенных детей, просроченных лекарств, некачественного медобслуживания, религиозных заблуждений и безграмотности населения. Победителем словесно-музыкального батла стал молодой поэт из Шахтинска Нурмхамбет Байсугиров. Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Такова жизнь. Сегодняшняя победа – заслуга моих учителей. Судьи отметили хорошую подготовку участников. С их слов, Айтес набирает популярность среди всех возрастов. Айтес – это не КВН. Основное требование – культурное содержание. Акны не должны уподобляться сплетникам. Они должны поднимать глобальные проблемы. Их слова должны вызывать эмоции. Призовой фонд мероприятия составил 1 миллион тенге. Среди участников особо отличился Бекарас Оспанов. А имам Ренаж Аксулак Нуртай, Арман Нартаев, первый карагандинский. В карагандинской областной библиотеке имени Николая Васильевича Гоголя прошел творческий вечер. Горожане встретились с известным композитором Кунспаем Авилем. Блестящий импровизатор поделился с присутствующими секретами своего мастерства. Подробнее в сюжете. Научно-исследовательский центр Толгану совместно с интеллектуальным клубом Тагалам неоднократно проводят встречи с известными людьми страны. Интеллектуальное общение вдохновляет читателей заниматься творчеством и углубляться в искусство своего народа. Организаторы каждый раз стараются придумывать что-то новое и интересное. Такие встречи мы проводим для того, чтобы приблизить молодежь к искусству казахского народа. Знакомим посетителей с известными людьми Казахстана. Все это способствует развитию творческого потенциала молодежи. В этот раз на творческий вечер был приглашен известный казахский поэт, председатель союза Айтыс Акынов Конысбай Абиль. За вклад, внесенный в развитие песни и поэтической импровизации, автор был удостоен звания Народный Акын Казахстана, награжден орденом Парасад. Конысбай Абиль является автором многих книг и 30 песен, такие как «Детская любовь» и «Ансау» вошли в казахскую антологию. Меня радует, что в Караганде проводятся такие встречи. Я благодарен клубу «Тагалэм», что меня пригласили. Сегодня на встречу пришли не просто читатели, но и истинные любители литературы, которые умеют выражать свои мысли. Они как пчелы, собирающие пыльцу из цветков. Собирают нематериальные, но духовные ценности. Это говорит о высоком уровне населения. Если бы подобные встречи проводились в каждом районе, не было бы понятия, что молодежь увлекается только интернетом и телевизором. Подобные встречи и дальше будут проводиться в стенах библиотеки. А посетить их сможет любой желающий. Екатерина Афанасьева, Жаксулык-Нуртай, Арман Нуртаев, Первый Карагандинский. В домашнем матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ состоялась игра между баскетбольными клубами «Астана» и «Нимбург». Гости из Чехии чувствовали себя комфортно на казахстанской спортивной площадке. Наши корреспонденты следили за ходом игры. В международном состязании баскетбольный клуб «Астана» потерпел поражение от чешского «Нимбурга». Игра, прошедшая 13 марта в спорткомплексе «Жастар», завершилась со счетом 63-98 в пользу гостей из Чехии. Главный тренер чешской команды отметил, что в Казахстане открытые и доброжелательные люди. Ему здесь очень понравилось. «Хочу сказать, что в Казахстане я в первый раз и мне здесь нравится. Что касается игры, наша команда контролировала матч с первой минуты. Возможно, это и стало причиной победы». Стоит отметить, что в трех четвертях гости были сильнее. В четвертой «Астана» победила с преимуществом в два очка, но все же это не сказалось на общем результате. Для «Астаны» поражение стало седьмым подряд в матчах Единой лиги ВТБ. В турнирной таблице казахстанский клуб занимает предпоследнее, пятнадцатое место. В атаке мы очень застревали и сегодня мы играли ужасно. Я хочу попросить прощения против наших зрителей и болельщиков за такую плохую игру. Хочу выразить надежду, что эта работа, которую мы выполнили, она не пропадет. Может быть, мы будем показывать лучшую игру в следующей игре с «Зенитом». Следующий матч баскетбольный клуб «Астана» проведет 16 марта. Столичная команда примет гостей из Санкт-Петербурга. «Зенит» и «Астана» встретятся в спорткомплексе «Жастар». Начало матча состоится в 19.00. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. 12 марта в столице прошел первый тур чемпионата Казахстана. На стадионе «Астана-арена» прошло состязание команд «Астана» и «Шахтер». Около пяти тысяч зрителей пришли поболеть за своих кумиров. Об итогах игры в материале Ларисы Хусейновой. На седьмой минуте команда «Шахтера» устремилась в атаку. А на восьмой минуте уже был забит первый гол ворота команды «Астана». Хозяева поля пытались навязать гостям свою игру. Но оборона «Шахтера» действовала надежно. Во втором тайме футболисты «Астаны» ринулись в бой. Обе команды бросили все свои силы. Каждая хотела победу. Игрок команды «Астана» ударом головы сравнял счет в матче. На табло 1-1. На поле энергичная игра. В скором времени команда «Астана» вышла вперед. Матч завершился со счетом 2-1. Шахтерская команда с минимальным счетом уступила действующему чемпиону. Для «Астаны» победа над карагандинцами на своем поле стала четвертой подряд. Следующий матч команда «Шахтер» проведет 20 марта в 15 часов. На стадионе «Металлург» в городе Демиртау наши футболисты встретятся с командой ЖТСУ из города Талдыкурган. Субтитры создавал DimaTorzok